Добрый день, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале Рукоделия с Доряной. Сегодня я покажу вам цветок гибискуса из иранского файмрана. На завершении этой работы я предлагаю вам зайти в комментарии и проголосовать за тему мастер-классов, которые могли бы быть вам интересны в самое ближайшее время. И это могут быть следующие работы. Итак, на сегодняшний день на первом месте по количеству голосов у нас идет вот такая роза, закрученная серединкой. Но если вы еще не оставили за нее свой голос, то можете сделать это прямо сегодня. Зайдя в комментарии к этому видео. На втором месте у нас сейчас по голосам идет обруч с веточками из файмрана и хрустальными бусинами. Такое интересное изделие может быть украшением для вечеринки или в другом цвете, как свадебный аксессуар. Также вы можете отдать свой голос за розу с закрученными лепестками. У нее очень интересная форма, особенно для бутонов и бутонерок она очень вам подойдет. Либо отдать свой голос за вот такую вот розу, открытую, белую розу с открытой серединкой. Либо отдать свой голос за обруч, расшитый бусинами в морском стиле. Очень красивыми цветы гибискуса получаются из оттенков фоамирала номер 9. Это насыщенный розовый оттенок. Также будет очень красивым из 12-го и все это будет сочетаться очень красиво с целой лимонной серединкой, как в случае вот этого цветка. Из молдов мы будем использовать универсальный лепесток. Для листьев мы будем использовать молд листочка сирени, который идет отдельно без вайнера. Также нам понадобится самая темная тейп-лента, которая у вас есть в наличии. Тычинки, подходящие по цвету к вашему пестику. Сегодня мы будем делать цветок гибискуса из 19-го оттенка, это цвет персиковый. И серединочку будем делать из 10-го оттенка, это светло-лиловый оттенок. Листья же я рекомендую вам делать из 32-го или 38-го номера. Это темно-зеленый фоамиран, он идет в дополнительной палитре. И, конечно же, рекомендую вам использовать лак для полимерной глины, для того, чтобы придать им такой красивый блеск. Все необходимые материалы вы можете найти на одноименном сайте рукоделия с Заряной, перейдя в описание этого видео по ссылочке на интернет-магазин. Первое, с чего мы начинаем, мы отрезаем полосочку длиною примерно 15-16 см. И ширина ее может колебаться от 11 до 15 мм. Вот здесь вы видите пестик 11 мм, и здесь 15 мм ширина у нашего пестика. Закрепляем ее на каком-то картоне, так, чтобы небольшой кусочек этой ленты оставался вот здесь, с противоположной стороны. Делаем это для того, чтобы не разрезать ее, чтобы нам было чем крепить потом к проволочке. И нарезаем тоненько-тоненько, как можно тоньше мы ее нарезаем. Я использую для этого ножнички для срезания ниток в шитье, для обрезки ниток. У них стоит пружинка, которая их постоянно раскрывает. То есть они сами раскрываются, и мне достаточно только нажимать. Фактически я могу это делать, стоя практически на одном месте, поэтому нарезается это минимально тонко. В итоге получается вот такая очень мелко нарезанная макарончиками ленточка. И достаточно ровный край, который очень важен при обмотке будет нашей проволочки. Для сборки пестика я готовлю достаточно длинную проволоку. Это единичка, 1 мм. Длинную, потому что она будет не просто ножкой, а будет уходить основой для самого пестика. И берем такие, ну, либо плоскогубцы вы берете, либо круглогубцы, что у вас есть, чтобы свернуть. Чтобы в дальнейшем сам пести, который мы приклеиваем, не отклеился и не слетел с вашей проволочки. Дальше нам нужна белая тейп-лента. Небольшой кусочек ее, она растягивается, и мы ее приматываем к проволоке. Фиксируем. И по одной тычинке я буду использовать тычинки китайского производства, которые матовые тычинки. Вы можете взять любые. У них интересная форма, они похожи на семена редиса по своей конфигурации. Затем я буду обрабатывать нарезанную предварительно ленту на утюжке. При этом я использую достаточно высокую температуру, чтобы край хорошо загнулся. Это будет важно, когда мы будем собирать вот этот пестик. Мы закрепляем вокруг наших тычинок ленту, которая будет обивать весь пестик. Более плотно мы наматываем ленту в начале нашего пестика. И потом больше по диагонали уходим вниз к окончанию. Смотрим на наш пестик. Мне кажется, что ему необходимо добавить немножечко длины, да, то есть обклеить его основание просто уже полосочкой без произвольных тычинок. И укоротить какие-то очень длинные тычинки. Для того, чтобы аккуратно обклеить полосочкой проволоку тонкую, полосочку нужно хорошенечко смять и сделать ее более тонкой, более гибкой и податливой. После таких манипуляций она легко будет ложиться на проволоку, очень аккуратно лежать. Пестик у меня получился немножко более пышный, но мне нравится. Я в этом цветке таким его оставлю. И мы можем переходить к листочкам. Листочки у гибискуса не представляют ничего такого особенного. Это, в принципе, небольшой листочек по форме, напоминающий сирень. Поэтому я буду использовать молд тоже, он подходит как лист универсальный, но, в принципе, называется молд сирени. У него достаточно глубокие прожилки. И просто я вырезаю листочек. Чуть меньше мне нужен, чем сам молд. Произвольной, в принципе, длины, потому что могут быть разные листики. Когда начинает выгибаться, переворачиваем на другую сторону и накладываем на молд. Прижимаем его с помощью пальчиков. Вы видите, что благодаря яркому рельефу на нем даже с противоположной стороны уже выступают прожилки. Вот такая получается лицевая сторона у этого листочка. Его можно использовать абсолютно для всех листиков. Ну и, конечно, он отлично подходит для гибискуса. Приклеить эти листочки вы можете на литоны. А можете просто у основания небольшим количеством клея зафиксировать сам листик. Немножко его скруглить. И лишнее обрезать. Я использую лак для полимерной глины. Наносится он на листочки в два слоя. Очень хорошо лежит. Вы также можете найти его на моем сайте рукоделия Заряной. Если вы хотите тонировать ваши лепесточки, как в этом цветке, или, может быть, как в этом гибискусе, то это лучше сделать до того, как вы несете на них оттеск. Я использую для этого в данном случае китайскую пастель. Она достаточно мягкая. Просто совсем легкими движениями прокрашиваем ближе к центру. И более насыщенными к низу нашего лепестка. Далее мы можем либо растереть это. Можно это все сделать с помощью пальчиков. Либо лепесточек сворачиваем. И прокручиваем. Она тоже растушевывается внутри. Получается вот такой плавный переход оттенка. После оттеска у вас получится уже лепесток не одинаково окрашенный, а тонированный. То есть вы видите, как они отличаются. Явно тот, который тонирован пастелью, он намного интереснее смотрится. Можно прокрашивать лепестки и после того, как вы сделаете оттеск. В принципе, это тоже имеет место быть, потому что тогда у вас прожилки, которые вы уже продавили на оттеске, они остаются светлыми, пастель туда не попадает. Может быть, так рисунок будет интереснее. То есть вы тогда просто берете... Почему мне не очень нравится? Потому что мне кажется, что все-таки разглаживается часть прожилок, когда мы пастелью проводим. Но, в принципе, имеет место быть и такой, и такой способ окрашивания. Маленький нюанс. Во время отпечатки на оттеске цветок, который вы хотите сделать открытым, вы отпечатываете прорисованным лепестком наружу. То есть они все будут смотреть у вас из сердцевины наружу. Цветок, который вы хотите сделать закрытым, вы пропечатываете прорисованным оттиском наоборот внутрь. То есть вот так. И цветок, который у вас будет наполовину открываться и раскрываться, вы три лепесточка пропечатываете вовнутрь, а в нескольких лепесточках делаете наружу. То есть, допустим, три вы загибаете вот таким образом, а два вы пропечатываете в противоположную сторону, делаете оттеск. Но если вдруг у вас не получилось, то есть, предположим, почти все лепесточки у вас получились вот такие примерно ровные, мало вы, то есть, не быстро вы положили на оттеск, и он у вас остыл. И вам его нужно сделать вогнутым. Вы по центру, небольшими такими вот движениями, растягивающими, этот лепесточек растягиваете. Он у вас загибается. Об этом больше я говорила в видео тюльпана из фоамирана. Еще в каком-то мастер-классе выложу ссылочки под этим видео. И то же самое вот в противоположную сторону. То есть, допустим, он у вас немножко вот выгнутый, но мало вам, и вы его берете еще по центру и еще больше подтягиваете. Вот тогда, получается, вот в противоположную сторону у вас выгибается. Но это еще не все. После такого оттеска мы переходим к краям этого лепестка. Можно их немножечко подогревать на утюжке и хорошенечко растянуть. И при сборке мы тоже учитываем, какая будет форма этого цветка. Наживляем небольшой капелькой все эти лепесточки друг к другу, то есть мы их склеиваем. Подклеиваем нашу сердцевину и замыкаем круг, соединяя первый и последний лепесток. То есть вот последний лепесточек, он у нас будет заходить на первый. Смотрим на наш цветок с лицевой стороны и подклеиваем лепестки снизу таким образом, каким мы хотели бы, чтобы цветочек оставался раскрытым. Во втором варианте мы также собираем все лепестки, просто два, которые выгибаются наружу, приклеиваем в конце и точно так же будем охватывать пестик. Дальше также в местах, где он распадает, мы будем фиктировать лепесточки. Закроем начало стебля и сам стебелек тейп-лентой и подклеим две подклеечки. Первую я вырезаю произвольно, вторую это с помощью дырокола я делаю такой цветочек, который я просто надрезаю. После чего с помощью тейп-ленты собираем все наше изделие в единое целое. И вот у нас получился целый букет гибискусов. И если вам понравились эти цветы и мастер-класс, то я надеюсь, что вы напишите мне свои отзывы, поставите лайки. И я, как всегда, приглашаю вас подписаться на мой канал или добавиться в друзья, если вы смотрите меня через социальные сети. А также не забудьте перейти в комментарии и проголосовать за одну из понравившихся вам тем для следующего мастер-класса. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч!